К декабрю 1993 года к референдуму по Конституции даже уже наступило пресыщение проектами, множеством, множеством проектов. Конституционный проект Академика Сахарова, Конституционный проект Собчака и Алексеева, Конституционный проект в апреле 1990 года я опубликовал в «Аргументах и фактах», «Нулевой вариант Конституции», статья называлась «Новый курс президента». Собственно, почему потом получился проект Алексеева Шахрая? Потому что и у Сергея Сергеевича, и у меня были свои уже такие глубокие концептуальные тексты. А что касается обсуждения, ситуация выглядела следующим образом. Вы помните, все лето 1993 года, все лето работало Конституционное собрание. Можно обсуждать, было проект по старинке, опубликовать в центральных и провинциальных газетах и считать, что с 1 по 30 идет обсуждение. На самом деле, никуда ничего не идет. В данном случае был, может быть, использован для того времени не полностью осознанный, но современный информационный и технологический подход. Была создана информационная площадка, рождавшая каждый день информационные поводы. Было создано пять палат в рамках Конституционного собрания. Слава Богу, опубликованы все стенограммы, там многотомные издания. Я руководил палатой регионов, самая тяжелая, самая трудная, потому что там достаточно было двух проблем. Права краев и областей в соотнесении с правами республик. Да еще в загашнике автономное образование. Даже вот эту проблему разрулить было сложно. Проект, который мы подготовили с Сергеем Сергеевичем, был опубликован в октябре, в газете «Известие», чуть ли не на мой день рождения. То есть он стал предметом анализа, споров, критики, обсуждений. Он известен. Но самое важное, что когда мы открыли Конституционное собрание, и наша палата регионов подала пример. Мы положили на стол текст Конституционной комиссии и текст Алексеева Шахрая. И в сложных ситуациях сначала собрание, это там сто с лишним человек, принимало решение, какую статью берем за основу, и потом с ней сравнивали проект либо из Конституционной комиссии, либо из нашего текста. Ну, собственно, можно даже говорить о том, что шла некая интеграция текстов. Не просто обсуждение, а интеграция этих текстов. И на выходе из Конституционного собрания вышел текст не просто обсужденный, а обсужденный с представителями, назовите их, выборщиками, всех регионов, всех общественных структур, академических, хозяйственных, СМИ и прочее, профсоюза. То есть там же пять палат было по всем срезам. Участвовали все депутаты, участвовали все судьи Конституционного суда, все министры как на работу ходили, в зависимости от темы обсуждали эти вопросы. Можно сказать, что в нашей истории вот такого примера обсуждения Конституционного текста не было. Почему? Потому что была острота, было внимание, был конфликт. В условиях конфликта все сверяется. И, кстати, в самом, ну там, наверное, месяца за полтора, да, вот, референтов, мы уже привлекли лучших юристов. Институт государства и права, юридические факультеты, НГУ, Санкт-Петербургский университет, эксперты Конституционного суда. И в Куларах там шла политическая дискуссия, в Куларах уже шла работа редакционная, юридически-техническая. И, собственно, этот документ очень хорошего юридического качества. Я не как автор говорю, просто как преподаватель, как юрист, который всю жизнь этим занимался. Ну и считаю очень важным отметить следующее обстоятельство. Все понимали, что согласия в обществе нет, в Уилке живем. Практически гражданская война. В этих условиях создать основной закон почти невозможно. Потому что мы знаем, что Конституция живет и работает, либо если в обществе достигнуто гражданское согласие, классический пример, пакт Манклаа, либо победил пролетариат и установил через диктатуру волю победившего класса. В данном случае не было ни того, ни другого. Ни пролетариата, была победившая сторона на улицах Москвы, но это не победа в политической долгосрочной борьбе. Как в этих условиях сделать Конституцию работающей и длительно работающим документом? Мне кажется, мы нашли идеальное решение этой проблемы. Первый раздел, основа Конституционного строя, вот эти 16-17 статей, набран как заповеди. Из ценностей, которые к тому моменту никем уже не оспаривались. Ни коммунистами, ни демократами, ни регионами. Правое государство, разделение властей, социальное государство, статья 7-я, федеративное государство, федеративный договор подписан в марте 92-го года, никуда от этого не уйдешь. Ну, соответственно, высшая ценность человека, источность власти народа. Вот в этот... А, частная собственность. Разнообразие форм собственности. Ни одно идеологическое многообразие. Вот я все, ничего не забыл. Вот из этих моделей, из этих заповедей не выкинешь ничего, они бесспорны. Мы их просто собрали в раздел, который назвали основой Конституционного строя и юридически сделали его неуязвимым. То есть только через следующий референдум его можно отменить, через другой референдум. Так и записано в переходных положениях. И второй раздел, это права и свободы человека. Там тоже сила этого раздела составила из двух моментов. Во-первых, это всеобщая декларация прав и свободы человека, ратифицированная, признанная, бесспорная. Во-вторых, это раздел из текста Алексеева и Собчака тоже здесь вылизан. Ни одно из прав не выбросишь, можно дискутировать, реализуемые или нет, но они все должны быть, и они есть в Конституции. В результате получилась сильная сторона Конституции, которую все критикуют. Вот вы там написали, это не сделано. Оно и не может быть сделано сразу. Я это назвал модель желаемого будущего для России. Именно модель. Потому что каждая из этих целей начинает работать сразу, но степень приоближенности к цели разная. Я студентам говорю, что мы на 66% выполнили заповеди, которые там записаны. То есть еще 34% можно и нужно идти, а иногда мы в разных эпизодах мы даже назад откатывались. А вторая часть Конституции, это тоже наше изобретение, полностью независимо от политического режима. Вот полностью. То есть в рамках Конституции можно менять политический режим, не меняя текст Конституции. В условиях выхода из гражданской войны и конфликт, это благо. В условиях нормальных, там, демократических преобразованиях это может быть минусом. Потому что все-таки политический режим хочется иметь демократический. Но это буквами, не понимаете, не сохранишь. А мы здесь записали две вещи стратегические, три вещи стратегические. Убрали президента из исполнительной власти. Это модель британской королевы Шахрая Алексеева. Все посмеиваются, а так оно есть. У президента было всего лишь несколько полномочий в нашем тексте. Конфликт парламента и правительства. Президент слезает с печи, распускает парламент, новые выборы, или меняет правительство. Или направляет вопрос в Конституционный суд, за ним прописаны согласительные процедуры. Возник конфликт между центром и регионом, в крайнем случае Кавказ, Чечня. Согласительные процедуры, Конституционный суд, федеральное вмешательство. То есть есть конфликт, есть ситуация, есть спорт, президент с печи слезает. Нет, не слезает. Исполнительная власть возглавляет правительство, так и записано в Конституции, 114-я статья. Потому что к этому надо привыкнуть, и оказалось, что 19 лет для этого не всегда достаточно. Но тем не менее, это политическая процедура. Больше ничего. В результате оказалось, что Конституция жизнеспособна, 20 лет почти прошло. И при этом, да, значит, институт президента, процедурный момент, и специальный орган, толкующий Конституцию. Мы понимали, что какие бы ни были результаты выборов, все равно будет примерно пополам, еще долго. То есть законы нужные приниматься будут с трудом или не приниматься вообще. А споры и жизнь продолжаются. Конституционный суд удивительной сильной компетенцией Конституционный суд, который не просто споры рассматривает, но дает толкование. Больше трех десятков раз, по-моему, суд прибегал к процедуре толкования. То есть парламент закон не принимает, не может принять. А Конституционный суд говорит, вот исходя из основы Конституционного строя, из логики, действовать вот так. То есть Конституционный суд творил право, творил прецедент. Не закон, но право. И рассматривал споры. Да, в 93-м году немножко втянули Конституционный суд в политику, но потом, собственно, вот эта прививка выровняла, и иногда даже Конституционный суд, может быть, слишком долго пропускает стадию спора, в результате, тем не менее, эта процедура работает. И появилось очень интересное явление, которое мало кто анализировал. Можно по-разному относиться к Путину, когда он стал президентом, или вот сейчас вернулся. Он первый лидер России, который не переписал под себя Конституцию. Ленинская Конституция, Сталинская Конституция, Брежневская Конституция, Хрущев написал. Мой научный руководитель Златопольский был в Конституционной комиссии, текст готов, он не успел принять, его свергли. Горбачев написал и Новогорёвский договор, и Новый Союзный договор, и другие Конституционные положения тоже ушел досрочно. Все, какая-то такая традиция в кавычках, все под себя переписывали Конституцию. Я не думаю, что только из желания войти в историю, хотя, наверное, где-то тешит моя Конституция, Ельцинская Конституция, хоть и не он ее писал, но тем не менее, это он президент, первый президент избранного населения. Путин первый, кто не стал переписывать Конституцию под себя. Причем он пришел к этому поводу не сразу, я просто знаю, что говорю. У него шло немало времени на изучение, на понимание вот этого инструментария. И может юридическое образование базовое, может быть к тому моменту советники, я не входил в их число, помогли ему прийти к выводу, что не надо новый текст, а что менять, выбросить нечего, что добавить, тоже вроде нечего. А Конституция такая штука, только начни. Поправка за поправкой, текст посыпался, и пока идет подготовка нового текста, власти не будет, никакой хороший повод ничего не делать. Мы пишем Конституцию, мы удивительная страна, с одной стороны у нас полный правовой нигилизм, с другой стороны полный правовой детерминизм или кретинизм. Муж к соседке ушел, погода плохая, преступность, давайте новую Конституцию напишем. Тоже историческая традиция, к сожалению. Но в данном случае появился документ, который свел не свод